Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова мы на площадках, продолжаем разбирать фундаментальные события и следить прежде всего сейчас за геополитикой, которая задает тренды на финансовых площадках в отношении разных инструментов. Очень волатильная торговая сессия понедельника, прекрасная. Начало недели, уже второй забег на дистанцию в 5 дней у нас так начинается. Это здорово, потому что за такими, конечно же, движениями скрываются большие возможности, и мы их стараемся, друзья, ловить. И хорошо то, что сейчас финансовые инструменты, на мой взгляд, крайне предсказуемо движутся в топ направлении, в котором они, в принципе, должны были двигаться каждый раз, когда нависает угроза таких геополитических глобальных масштабов, а я считаю, что отношение США и Китая полноценная торговая война, которая характеризует именно под категорию таких факторов и относится. Поэтому торговая сессия понедельника, когда мы вернулись к теме того, что Соединенные Штаты Америки все-таки установили пошлины на китайский экспорт стоимостью 200 миллиардов долларов, точнее повысили пошлины с 10 до 25 процентов, мы тут же осознали тот факт, что переговоры, разумеется, были безрезультатными, безуспешными, и в конце концов, теперь мы смело можем ставить на развитие событий по самому жесткому сценарию. В принципе, еще в ходе вчерашнего брифинга мы с вами отпускали, что Китай точно не будет стоять в стороне, Китай ответит обязательно, как это было свойственно ему и ранее. И вчера, когда начались активные движения, друзья, вы понимаете, что, конечно же, эти движения были связаны с каким-то фоном и фундаментом. И эти движения стали следствиями, опять же, сообщений Китая о том, что они планируют тоже ввести пошлины, повысить их на американские товары, там общей стоимостью 60 миллиардов долларов, перечень 5000 наименований. Конечно же, ответные меры не сопоставимы по масштабам. Это, пожалуй, почти предел возможности Китая в плане того, чтобы вводить определенные торговые барьеры для американского экспорта. Но я думаю, что позже, на последующих брифингах, если ситуация продолжит развиваться в таком же ключе, мы с вами попробуем порассуждать, на какие дополнительные шаги может пойти Китай, чтобы серьезно усложнить жизнь Соединенным Штатам Америки. В любом случае, друзья, тема геополитики доминирует, мы видим в связи с этим реакцию на финансовых рынках. Нефтянка у нас 70, это 43. Нефть это традиционный рисковый инструмент, поэтому, когда на рынке возникает спрос на защитные активы и распродажи рисковых инструментов, нефть теряет вместе с ними. Вчера, вчерашний день, в принципе, не стал исключением. Я повторяю, друзья, что тема отношений США и Китая, это тема определения будущего экономического роста. Если эти отношения находятся в крайне непростом состоянии, мы говорим о его потенциальном замедлении. Это негатив для нефтянки. И это настолько серьезный негатив, что в целом мы видим, что этот фон компенсирует и нейтрализует даже возникшую угрозу судоходству в Уорумском проливе. Этот инцидент с танкерами Саудовской Аравии, в принципе, пока что Саудовская Аравия не обозначила причастность конкретной стороны к тому, что произошло. Но ситуация очень запутана. Я допускаю, что в этом приняли участие Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что это самая настоящая провокация, в конце концов, для того, чтобы надавить на Иран и открыть все возможности и доступ к определенной доле рынка другим ближневосточным производителям, для того, чтобы те смогли увеличить планку добычи и тем самым, в данном случае, сделать то, что нужно штатам. Это немного сбить котировки нефти. Перед выборами очень болезненная тема, рост цен на топливо, в частности, на внутреннем рынке. По нефтянке, друзья, я считаю, что у нас по-прежнему фон прекрасный, чтобы продавать и давайте, в принципе, это и делать. Доллар иена 109.01 – это лоу вчерашнего дня. Опять же, распродажа доллара является следствием резкого укрепления иены как защитного инструмента. После того, как стало известно и ясно, что Китай будет отвечать. В частности, еще хочется отметить, друзья, то, что Розенгрен, представитель Федрезерва, вчера сделал заявление о том, что экономика США также, конечно же, пострадает. Возможно, рецессии пока речи не идет. Но о том, что темпы экономического роста будут снижаться в ближайшие годы, это прям 100%. Но насчет рецессии я поспорил, потому что, в принципе, у нас уже есть сигналы того, что рецессия более чем возможна. Если мы сейчас посмотрим на 10-летние облигации, они котируются на отметке 2,41%. В частности, 10-летки, друзья, сейчас по доходностям меньше, чем доходность краткосрочных бумаг, у трехмесячных. Та самая версия, о которой я вам когда-то рассказывал, кривой доходности, переворот. И в целом это и есть сигнал того, что участники рынка закладываются под очень значительные риски вот на ближайшую перспективу. Имейте это в виду. Доллар-иена – это традиционная валютная пара, которую мы с вами отрабатываем очень эффективно и успешно, когда на рынке есть риск геополитический. Есть еще и золото. Я говорил, друзья, мы сделаем 1300 долларов за тройскую унцию. Мы, в принципе, сделали эту цель 1303 хай. Поздравляю с профитом тех, кто присоединился к этому трейду, потому что, на мой взгляд, это было тоже очень предсказуемо. Доллар-франк лоу вчерашнего дня – 1,0048. Я уверен, что по мере приближения к паритету и даже вот-вот уже сейчас мы смело можем, помимо того, что понимаем, что франк растет на факте геополитики, понимать, что без интервенции со стороны Национального банка Швейцарии не обойдется. И ниже паритета мы вряд ли идем. Американская фонда, разумеется, полетела вниз на фоне того, что именно этот рынок является, пожалуй, барометром спроса на риск. И та же самая геополитика, которая, я сказал, провоцировала, прежде всего, выход трейдеров из этих инструментов, из американской фондовой секции и стала причиной распадаж на прочих площадках. Евро против доллар, друзья, 1,1238. Запасаемся попкорном, как говорится. Впереди у нас куча отчетов важнейших. И они, в конце концов, нас очень сильно порадуют, как пессимистов и продавцов. Потому что впереди у нас данные по промпроизводству еврозоны сегодня, в 12.00 по московскому времени. Дальше индекс бизнес-оптимизма еврозоны и Германии. И завтра темп экономического роста Германии-еврозоны. Я ставлю на то, что все эти отчеты будут в минусе. Поэтому евро, в принципе, не особо-то выигрывает от текущей ситуации, даже исходя из операции керри-трейда. И тем хуже для нее, потому что дальше еще будет давить на евро и статистика, друзья. Вот поэтому я ожидаю, что пара евро-доллар пойдет ниже. По фунту 1,2957 мы продавили пару ниже поддержки 1,30. Сегодня данные по рынку труда в 11,30. Как и раньше, я предлагаю ставить на рынок труда то, что заработные платы покажут снижение и тем самым еще сильнее отбросить вероятность повышения процентной ставки. Доллар канадец 1,3470. Мы на пороге теста отметки 1,35. Завтра данные по инфляции. Повторяю, друзья, то, что, скорее всего, цифры разочаруют, потому что даже по прогнозу значится, что инфляция снизится с 1,9 до 1,7. Тем самым тоже, как и в случае с монетарной политикой Англии, такая статистика может сильно отбросить по срокам возможность изменения политики, но в данном случае ужесточение. Более того, в отношении даже канадца, я бы даже сказал, что слабая статистика, это будет хорошим залогом ожидать снижения процентной ставки. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.